Финал всероссийского конкурса «Ученик года» проходит сегодня, 14 октября, на базе Ульяновского педагогического университета. 150 школьников, 39 регионов страны, собрались сегодня здесь, чтобы определить победителя в семи номинациях. Три школьника от Ульяновской области в этом году прошли финал конкурса. Я очень прекрасно представила свою область, очень достойно, я горжусь собой, надеюсь, и мои родители, и близкие гордятся мной тоже. Но на мероприятии сейчас, на закрытии, очень надеюсь, на какой-то либо бы не достал. Самые умные, самые активные, самые талантливые. Конкурс «Ученик года» на протяжении более 20 лет объединяет лучшие умы школ всей России и предоставляет им возможность заявить о себе и обменяться опытом. О важности учебы организаторы конкурса помнят и сами. Каждый год стараемся анализировать прошедший конкурс, находить какие-то недоработки. И, конечно же, с каждым годом меняются подходы, меняются интересы у детей. И мы каждый год стараемся добавлять новое направление, стараемся совершенствовать систему отбора, как на заочном этапе, так и на очном этапе, когда уже все приезжают. Среди всех номинаций в этом году одним из главных считается приз за звание «Патриот года». Его забрал ученик школы номер 57 города Курска, десятиклассник Владимир Терехов. Поддержать своего воспитанника в финале приехал директор школы по совместительству бабушка-ученика. Самое главное любому учителю проявлять доброту каждому ребенку. Ведь в детские души заглянуть невозможно. И только доброта поможет всем нам. Поэтому даже у неуспешного ученика можно найти те зерна, которые нужно развить, помочь ему в нужное время. И у него обязательно все получится. Сам Владимир делится. Мысль об участии в конкурсе появилась спонтанно. Увидел запись на стене в сообществе школы, решил попробовать свои силы. Самым сложным заданием для ученика стало написание диктанта. Не из-за того, что я не знаю правила русского языка или русской речи, а скорее всего из-за того, что текст был очень объемным. И под конец написания данного текста уже мысли начинают выходить немножко не в ту степь. И поэтому рука забивается. Но я старался все перепроверить, чтобы грамматических, орфографических ошибок у меня в диктанте не было. Член многодетной семьи, финалист надеется, что его заслуженная победа в конкурсе послужит примером для младшего брата и сестренки, которые смогут добиться еще больших высот. Антон Кузьмин, Сергей Рябухин, репортер 73.